Сегодня похороны прошли в Белоруссии Романа Бондаренко. Молодой парень, убили которого. Людей, кстати, было не так много. Два миллиона человек проживает в Минске. Может быть, родственники были против. Потому что информации было очень мало. В последние минуты узнали люди, где похороны будут. Я понимаю, почему трамбовал Лукашенко священников. Видите, в данном случае местом манифестации является кладбище и церковь. Лукашенко назначил ГУБОП ИК. Понятно, какого-то главного командующего внутренними войсками. Главнокомандующего Николая Карпенкова. Ну, это того, Кренделя, помните, который там в витрины бил. С какими-то этими титушками забегал. Людей с парикмахерской вытаскивали. Вот его козла. Вот он назначил его командующим внутренними войсками. Понятно, что это полицай обычный. И это хорошо, что он его назначил командующим внутренними войсками. Он назначил человека, который, по его мнению, пойдет до конца. Там туда-сюда и прочее. Он просто не понимает. То есть, я так понимаю, что это опер, который работал на земле и оказался говнюком конченым. То есть, это самая худшая категория оперов, которые в качестве командующего внутренними войсками, это все-таки войска. Хотя это полицейские силы, но есть определенные нюансы. Он будет там молодец. Он там все развалит нафиг. И когда случится время Че, то есть, вот этот Кренделя, он, конечно, очень плохую службу сослужит Лукашенко. Почему? Потому что он не послушает. Понимаете? То есть, ну, пришел какой-то там опер, да, там какой-то хер знает. И вот этим Кренделямсом внутренних войск, которые там всю жизнь служили, что-то пытаются вчехлять. Причем они его воспринимают как, ну, так скажем, человека не из своей среды. Человек, который не понимает в этом деле ровным счетом ничего и так далее. А он же будет пытаться что-то там ретранслировать какие-то умные вещи в кавычках от Лукашенко. А еще прицеплять свои умности. Будет прекрасно. Я думаю, это очень хорошая новость. Там все переживают Карпенков. Да похеру, как его зовут. Козла-то это вообще еще там язык свой ломать из-за там какого-то Кренделя. В Белоруссии взорвали машину милиционеров Гродно. Ну, бывает, что это как бы только начало. Продолжение следует...